Добрый день! Кинопанорама с Юрием Рязановым. У нас в гостях Юрий Львович Кулаков, режиссер мультиколлекционного фильма «Князь Владимир». Здравствуйте, Юрий. Юрий, ну, мне кажется, вам удалось поймать образ такого настоящего русского богатыря. Куря! Честно биться боишься? Какой же ты воин? Ночью ко мне пришел, как вор! Чего же ты ждешь? Вот он я! Перед тобой! Один! Без дружины! Полегче! Единственное, я, конечно, ожидал, что будет там крещение Руси, потому что князь Владимир, он... Почему ему дали как бы звание равноапостольного? Потому что он крестил Русь. Вот вы в этом мультфильме этого момента избежали. Это было сделано осознанно. Потому что мы планировали два фильма сделать. Первый фильм — это сомневающаяся натура, которая только-только пытается понять, что, где, как, вот только прислушивается. И во втором фильме должно было быть крещение Руси, но пока вот второй фильм, я не знаю, может быть, где-то он рождается, где-то витает, но пока его нету. Но я скажу честно, что крещение Руси — это очень такая тонкая вещь, и мне было боязно, просто боязно браться, потому что здесь очень легко скатиться в пошлость. Я придерживаюсь такой точки зрения, что христианство легло благодатно. Ну вот ваш мультфильм «Конясь Владимир» выгодно отличается от других мультфильмов, потому что он несет некую такую познавательную историческую миссию. Если мы возьмем другие какие-то мультфильмы более популярные, например, «Три богатыря», там тоже есть «Конясь Владимир», но, наверное, он изображен, как бы смеем мягче сказать, развлекательным. У нынешней молодежи есть такое слово «Стебалова». Когда художник или продюсер скатывается на Стебалова над любым персонажем, получается, вроде бы, с одной стороны, популярный фильм, да, потому что, ну, молодежь любит Стебалова, там, какие-то смех ниже пояса, он всегда, как бы, поначалу привлекает внимание. Но не хотелось бы скатываться на уровне вот этого Стебалова. Как вы вообще относитесь к этому, что вот увековечить память равноапостольного князя Владимира вот памятником? Ну, я вообще хорошо отношусь к памятникам, потому что, в конце концов, юные люди, которые рождаются, рано или поздно хотя бы начнут что-то узнавать о своей истории, о том человеке, о почему вдруг поставили памятник этому человеку. Если у нас Русь православная, христианская, конечно, конечно, нужно ставить памятники таким людям. Как вот относишься, что сейчас вот интернет просто завален, ну, мягко говоря, непотребными сайтами, вот порнография, должно ли государство как-то тут свою руку и свою волю продемонстрировать? Запретный плод сладок, да, вот, ну, известно, вот тебе запретили и все, а дай-ка я подсмотрю, что такое, понимаешь, и человек начинает искать. Нужно другим способом, ну, на мой взгляд, подходить к этому вопросу. Можно, конечно, запретить эти сайты, можно там даже какие-то программы придумать, можно блоки поставить, чтобы все равно будут смотреть, все равно другим нужно методом подходить. Нужно просто потихоньку воспитывать с молодых ногтей, вот, детишек, приучать к чему-то другому, к хорошему. Вот, как это сделать, это, конечно, очень безумно сложная задача. Над этим борется столько поколений. Каждый родитель, если он нормальный человек, он борется с какими-то негативными моментами у ребенка, чтобы он не скатился, чтобы вот, вот, пытается его вывести. И, ну, каждый находит свои способы, чтобы направить внимание этого маленького человечка на какие-то хорошие, светлые моменты жизни. Если взять Библию и вспомнить момент, один из моих самых любимых моментов Библии о древе познания добра и зла, тоже очень много вопросов. Почему Господь Бог сказал Адаму и Еве, что вот это дерево, и вы с него плод не ешьте, не трогайте, сад-то огромный. Да они прожили бы там еще тысячу лет, бы вообще про это дерево даже и не знали бы. Так нет же, было сказано, что вот именно вот с этого дерева, ну, естественно, и что получилось, а дай-ка я попробую. Есть такое, ну, не по вере, а или такое вот, что ли, притча, что вот режиссер на Страшном суде будет еще раз свои фильмы просматривать? Перед Богом мы находимся каждое мгновение своей жизни. И если ты это понимаешь, то пересматривать свои фильмы уже не страшно. Юрий Львович, ну, спасибо за встречу, побольше вам оптимизма, все будет хорошо. И еще раз повторяю, у нас в гостях был Юрий Львович Кулаков, академик мультипликации, режиссер мультфильма «Князь Владимир». Спасибо за почетные слова. Спасибо, Юрий Львович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.